Здравствуйте! С вами программа «Крымлив» и ее ведущий Александр Янковский. Мы покажем и расскажем, чем живет Крым через год после начала российской оккупации. Самые важные события недели – далее в программе. Дело Костенко. В Крыму судят за инцидент с беркутовцем на Майдане в Киеве год назад. Без средств. Детские деньги на крымских малышей мамочки не видят уже более двух месяцев. Дело 26 февраля. Киевский районный суд Симферополя оставил оператора телеканала АТР Эскандера Небиева за решеткой на два месяца. Опасные животные. Оккупационные власти Крыма взялись за известные зоопарки полуострова. Одна из главных и нерадостных крымских тем недели – двухмесячный арест оператора единственного в мире крымско-татарского телеканала АТР Эскандера Небиева. Поводом для задержания и определения в СИЗО Симферополя стало решение Киевского суда крымской столицы. Такую меру пресечения избрали за участие сотрудника СМИ в митинге 26 февраля 2014 года, где он был по редакционному заданию и выполнял исключительно свою работу. В Крыму на два месяца арестовали оператора единственного в мире крымско-татарского канала АТР Эскандера Небиева. Поводом для задержания и последующего за ним этапирования в СИЗО Симферополя стало решение Киевского суда крымской столицы. Такую меру пресечения оператору АТР избрали за участие в митинге 26 февраля 2014 года. Тогда, напомним, под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников крымско-татарского межлиса и партии «Русское единство». В результате столкновений двое человек погибли. Эскандера арестовали на два месяца. Суд посчитал, что Эскандер может скриться, оказать давление на следствие, на свидетелей. Часть вторую статью 212 Уголовного кодекса Российской Федерации – это участие в массовых беспорядках. Ну, по событиям 26 февраля. Защита оператора АТР «Эскандера Небиева» будет оспаривать постановление о его аресте в апелляционной инстанции. В течение трех суток будет подана апелляционная жалоба. Мы считаем, что это постановление является формой давления для того, чтобы получить необходимые показания. В принципе, не было никаких оснований этого парня сажать в СИЗО. И так уже переполненное. Просто где-то беспрецедентный, незаконный прессинг. На телеканале считают, что арест сотрудника имеет политические причины, поскольку это уже не первое задержание по так называемому делу 26 февраля. Но сотрудника АТР задерживают впервые и подчеркивают – 26 февраля Небиев был на работе. Оператор выполнял задание руководства. Он находился там вместе со всеми сотрудниками, ну не со всеми, а с очень многими сотрудниками, которые в тот день снимали это мероприятие, подавали его в прямом эфире, вот, с журналистами, с операторами, с техническими сотрудниками, которые там были. Сейчас, в общем-то, наверное, каждый житель Крыма от этого абсолютно не застрахован. Вот, что, ну мы видим, что идут как бы тотальные обыски, да, там, привлекают людей на допросы. Ну, мы к этому относимся как? Ну, ни один нормальный человек к этому относиться как-то хорошо там или спокойно относиться не может. Конечно, у нас работает достаточно молодой состав коллектива, и я думаю, что, конечно, никто не показывает вида, то есть все также по-прежнему работают, считают, что нам нужно там пережить это сложное время, что есть очень серьезные перегибы в этом отношении, но нужно дальше двигаться и работать. Правозащитники считают дело 26 февраля юридически необоснованным и рассматривают его как инструмент политического преследования. При этом при участии в вышесказанных событиях арестованы только активисты, оппозиционные к действующей власти Крыма. В Минжлисе крымско-татарского народа говорят, что такими действиями оккупационные власти пытаются запугать и подчинить крымских татар. Я думаю, что это очередной посыл всем тем остальным, в том числе и телеканалу АТР. Если будут какие-то попытки, скажем, проводить вещания, несмотря на то, что даже со стороны и материковой Украины, то все операторы, журналисты, которые будут работать на территории Крыма, они будут подвергаться каким-либо, скажем, аресту или воздействием со стороны правоохранительных органов. После аннексии Крыма Следственный комитет оккупационного государства возбудил по факту событий, имевших место 26 февраля 2014 года, уголовное дело. Несмотря на то, что в феврале 2014 года Крым являлся Украиной, даже с точки зрения Кремля и на полуострове в то время не действовало российское законодательство. На полуострове по этому делу уже арестовано несколько человек, в том числе заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгос. Как обойтись и без того урезанных детских денег? Мамочки Симферополя вот уже второй месяц ищут ответ на этот нелегкий вопрос. Огромные очереди в собесах, ежедневные отговорки чиновников и пустые кошельки. Суровая реальность современных крымских родителей. Щедрая Россия, как она себя рекламировала еще год назад, не может справиться со своими обязательствами. Страна-оккупант держит на голодном пайке будущее поколение. О том, как жить без денег, смотрите в нашем сюжете. В Крыму по несколько месяцев не выплачивается пособие по уходу за ребенком. Такая тенденция наблюдается во всех регионах полуострова. Зафиксированы случаи, когда женщины не получают положенные им деньги от государства по 3-4 месяца. Не знаю, что делать, женщины обсуждают проблемы с невыплатой детских соцсетях. Некоторым все же деньги пришли, но не в полном объеме. В переводе на украинскую валюту на детей выплатили по 194 гривны. Это пипец, мамочки. 494 рубля. Ни в чем себе не отказывай. Добрейшая Евпатория. В пятницу моим знакомым дали всю сумму, а мне 494. И все глухо, как в танке. Дозвонилась на горячую линию. Попросили назвать СОБЕС и отделение почты, где получаю. Я заходила в субботу. Начальница сказала, мол, все есть, приходи, после обеда получишь. Пришла, а она мне нет детских. Чего ты, мол, ко мне пристала? На прошедшем заседании оккупационного правительства Крыма ситуацию с невыплатой пособий подтвердила и так называемая вице-премьер Лариса Апанасюк. По словам чиновницы, на работу Фонда социального страхования по Республике Крым поступает много жалоб от крымчанок. Кроме того, люди часто не могут дозвониться на горячую линию фонда за разъяснениями. Самопровозглашенный глава Сергей Аксенов распорядился подключить к решению этого вопроса депутатскую комиссию и до 21 апреля подготовить доклад. Однако, где деньги и когда их выплатят, никто не говорит. Нет, только что было в СОБЕСе, но никак не объясняют. Да, все время были задержки по выплатам. Но объяснялось тем, что сложная ситуация вот в Крыму. Да, только с задержкой. А задержка, ну не знаю, мы 17 числа начислили. Вообще-то мы привыкли, даже при Украине 10-12 числа начисляли пособие. А вот так вот с задержкой 17-го уже чувствуют. На данный момент в Крыму пособие по уходу за ребенком получает 5,5 тысяч женщин. Его размер составляет 40% от заработка крымчанки в период с 18 марта по 31 декабря 2014 года. Но при этом не более 19 тысяч рублей, что сейчас составляет почти 7,5 тысяч гривен. Если же крымчанка в это время не работала, то за первого ребенка начисляется пособие в размере почти 3 тысячи рублей. Это чуть больше тысячи гривен. За второго и последующих 5,5 тысяч рублей. Чуть больше 2 тысяч гривен. В Крыму продолжаются судебные процессы, которые противоречат не только мировым нормам права, но и российским. Очередное заседание по делу Александра Костенко прошло на этой неделе в Симферополе. Обвиняет подсудимого лично Наталья Поклонская, так называемый прокурор Крыма. Александра Костенко оккупанты обвиняют в том, что он гражданин Украины во время зимних событий 2014 года на Майдане в Киеве якобы бросил камень в крымского беркутовца и будто бы повредил ему руку. В Крыму начался судебный процесс по делу активиста Майдана Александра Костенко. Российские правоохранительные органы обвиняют его в том, что он бросил камень сотрудника украинского МВД в Киеве 18 февраля 2014 года во время столкновений на улице Грушевского. 5 февраля 2015 года Костенко был задержан. С тех пор он находится в Симферопольском СИЗО. 24 марта дело Костенко было передано в Киевский районный суд Симферополя. Прокурор Крыма Наталья Поклонская лично поддерживает обвинения в суде. Участники массовых беспорядков начали забрасывать сотрудников батальона беркут камнями, палками, бутылками с зажигательной смесью и другими предметами, а также применять огнестрельное оружие. Первое заседание прошло 20 апреля. На нем суд отказывался исключать доказательства в деле крымского активиста Евромайдана Александра Костенко, которые были добыты путем пыток, заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников. Также защита подавала заявление об отводе судей прокурора Крыма. Адвокат Сотников считает, что у судей есть личная политическая заинтересованность в этом процессе, поскольку СМИ неоднократно публиковали негативную информацию о Костенко до начала заседаний. Прокурор Поклонская, по мнению адвоката, также должна быть отстранена. Все ходатайства адвоката судом были отклонены. На первое слушание потерпевший не явился, поэтому заседание было перенесено на вторник, 21 апреля. На сегодняшнее судебное заседание защита снова намерена заявить отводы председательствующему судебно-жилианскому прокурору Поклонской. Вчера в судебном заседании мы были свидетелями преступления, предусмотренного статьей 303. В суд поступило фальшивое доказательство в виде отвода адвокату. К сожалению, ни суд, ни прокурор никак не отреагировали на данное доказательство. Кроме того, мной были сообщены суду сведения, которые также имеют под собой состав преступления. Это использование при допросе человека пыток. По мнению Дмитрия Костенко, уголовное дело против его подзащитного имеет политический характер. События, если они и имели место быть, происходили на территории Украины и касаются ее граждан. На заседании 20 апреля адвокат-активиста Майдана также ходатайствовал о привлечении свидетелей пыток Костенко в СИЗО. Однако суд отказал в его удовлетворении. Я ходатайствовал, вызовив в суд соответствующих свидетелей. Суд вызвав свидетелей отказался. Медицинскую документацию в СИЗО истребовать отказался. Список лиц в личном деле, которые имеют право посещать моего подзащитного в СИЗО, также отказался. Из этого всего можно сделать вывод, что суд в обход уголовного кодекса, совершая преступление в отношении моего подзащитного, пытается всеми правдами и неправдами довести уголовное дело до конца. В ходе заседания суда допрошены были два сотрудника полиции, которые якобы обнаружили составные части оружия в ходе обыска дома Костенко. На втором заседании потерпевший Беркутовец впервые дал показания. Он подтвердил, что Костенко является тем активистом Майдана, который нанес ему телесные повреждения, кинув камень – кусок брусчатки. Потерпевший подчеркнул, что хорошо запомнил черты лица нападающего. После попадания камня в левую руку рану пришлось лечить в течение месяца, заявил Беркутовец. Также в ходе заседания допросили понятую, которая присутствовала в ходе обыска в квартире подсудимого, где якобы были найдены составные части огнестрельного оружия. Как передает корреспондент Центра журналистских расследований, понятая подтвердила, что не видела, как в квартире Костенко были якобы найдены составные части огнестрельного оружия. Следующее заседание суда назначено на 7 мая. Пропускной режим въезда и выезда с временно оккупированных территорий Крыма и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей будет ужесточен во время майских праздников. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В ходе часа вопросов к правительству Верховной Раде подробнее узнавали наши корреспонденты. В режиме въезда-выезда из временно оккупированного Крыма и Донбасса на майские праздники появятся новые ограничения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе часа правительству в Верховной Раде. Сместою у неможливления въезда в Украину засобов террора и диверсии для вчинных территориалистических актов, выявления осип, которые пребывают в Рожьем. Посылана контроль, введена вековые обмежения еще до въезда в Украину граждан Российской Федерации в человеческой стадии из 16 до 60-х годов. Властников внутренних паспортив, пропусков в Украину, представников представителей провокативных СМИ Российской Федерации и выперестовывают, да спотворивают реальную ситуацию в Украине. Кроме того, Аваков сообщил, что совместно с областными государственными администрациями усилено соблюдение правил пограничного режима южного и восточного регионов. Это касается Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областей. Вы смотрите программу «Крымлив». Сегодня гость нашей студии – крымчанка Анна Дубовская. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна живет больше, чем уже полгода, живет в Киеве. Но из-за прекращения транспортного сообщения со своими родными, которые остались в Крыму, может видеться только по скайпу. Совсем недавно решилась навестить родных, которые остались на оккупированной территории. А вот сегодня, я думаю, она нам расскажет о деталях своего путешествия за перешей, о том, что изменилось на ее малой родине за эти полгода. Анна, первый вопрос. Насколько просто сейчас путешествовать в Крым и из Крыма? Мягко говоря, совсем непросто. Даже для молодой, здоровой, спортивной девушки это эмоционально, физически очень непросто. Как вы добирались? Вы ехали на чем? На автобусе, на поезде? Туда, в Крым, мы поехали на автомобиле. То есть у знакомых было два свободных места, и мы с подругой отправились. Мы посчитали, что это будет наименьший путь сопротивления. Дорога была непростая, и опять же на границе мы столкнулись с тем, что 5 часов мы простояли. Это на какой границе? На украинской границе все прошло достаточно быстро, максимум час-полтора. То есть все достаточно слаженно, аккуратно. На российской границе мы простояли минимум 5 часов. Это произошло как на въезде, так и на выезде? Да, да, абсолютно нет. То есть 5 часов надо приблизительно добавлять своему времени в дороге, 5 часов нахождения на границе. Скажите, пожалуйста, вот эти 5 часов, из машины там можно выходить или нет? Или ты должен сидеть в машине и… Ну там просто невозможно не выходить, потому что сейчас уже жара, конечно, выходишь из машины, что-то пытаешься делать, но опять же, там никаких условий, ничего не предусмотрено для такого времяпрепровождения людей. Опять же, там маленькие дети, они все здоровы, не все физически способны именно сидеть. Ну то есть условий нет абсолютно. Но пешком во всяком случае не заставляют идти между украинской и российской границей? Ну нет, не заставляют, хотя мы поняли, что пешком, конечно, намного легче и быстрее. Люди с сумками ведут пешком. Думаю, это если ехать автобусом, я правильно понимаю, да? Да, да, да. Анна, хорошо, скажите, пожалуйста, да, вот вы въехали, как давно вы были перед этим в Крыму? В августе. В августе. Что-то изменилось у вас по сравнению с августом, вот в вашем восприятии Крыма? Конечно, уже все кардинально, ну честно говоря, для меня кардинально изменилось. Обстановка, люди, людей стало меньше почему-то, хотя уже более-менее, ну по старой памяти, уже достаточно, ну уже в разгаре сезон, можно сказать, такой крымский туристический, людей на улице меньше, сограждан меньше, знакомых лиц. Ну просто я знаю, многие уехали, и что касается какой-то такой экономической точки зрения и взгляд цены, товары, все абсолютно по-другому, все дороже, даже с учетом того, что бензин дешевле намного, ну мы тоже столкнулись с тем, что уехали на автомобили, заправлялись как на Украине, так уже и на территории Крыма, ну якобы России. Бензин гораздо дешевле, но тем не менее, продукты дороже, продукты сложнее находятся в магазинах, ну сложнее намного стало. Хорошо, скажите, пожалуйста, как это все влияет на настроение самих крымчан, которые там живут? Ну вы знаете, очень негативно. Конечно, и СМИ, и соцсети кричат о том, что все очень довольны. Я сталкиваюсь с тем, что все разочаровываются, в корне причем. И это слышно и в транспорте, и просто, там, ну вот именно в скоплениях массовых людей, это слышно, просто, это просто вырывается у людей из уст. Но смотрите, бывает недовольство бывает разное, да? Бывает недовольство, например, правительством, там вот давайте поменяем, например, вот этого там мэра, он плохой, давайте его поменяем на другого. Просто, может быть, там Путин не знает, поэтому вот как бы у нас все так происходит. Вот такое может быть недовольство. А может быть, недовольство другое. Например, а вот при Украине было лучше. Вот какого рода недовольство? Ну, вот при Украине было лучше, во-первых, да, я слышала лично. Во-вторых, ну, как сказать, конечно, многие еще скрипя зубы, терпят и надеются на светлое будущее, на Путина. Но, тем не менее, все, что на частном уровне уже людей коснулось как-то очереди, как-то цены, отсутствие, там, ну, таких вот больных. Ну, то есть все столкнулись с какими-то личными проблемами, и все, это уже выливается в негатив. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы это слышали даже просто в общественном транспорте такое недовольство. Я так понимаю, транспорт, очереди, да, где-то просто там на улице, ну, где люди пересекаются. Это говорит о том, что крымчане по-прежнему не боятся выражать свои мысли. Ну, конечно, по старой памяти. То есть, да, при Украине это было возможно, да, выражаясь. Ну, хорошо, то есть, они не боятся, знаете, так, может быть, так вот, как-то и говорят, там, не знаю, про Украину или там про Российскую Федерацию, и так оглядываясь о том, не слушает ли их кто-то. Ну, тем не менее, да, скорее всего, такое есть, потому что люди насторожены чуть-чуть стали с тех пор со времен аннексии, потому что есть даже такие определенные сплетни, что чуть ли не телефоны прослушиваются, скайпы. То есть, есть такая даже шутка у нас в семье, что как только начинается разговор про Украину резко, или какие-то такие выяснения тем, начинаются помехи. Ну, то есть, до банального. Может, это люди на подсознании как-то так себе это придумают, но на самом деле, да, есть ощущение, что за тобой следят. Скажите, пожалуйста, интересно ли крымчанам знать, что происходит в Украине? Безумно интересно. Мало того, они знают больше, чем мы. То есть... Это популярная шутка, она настолько актуальна, и они действительно знают. И даже я сталкиваюсь с тем, что я общаюсь с родителями. Ну, то есть, родители у меня проукраинские, изначально украинцы из Смельницкой области. Но по воле судьбы они большую часть жизни прожили в Крыму, и родилась в Крыму я. Но, тем не менее, конечно, у них душа болит из-за меня, из-за родственников, которые остались здесь. И когда они спрашивают, как дела, а ты знаешь, что у вас там в Киеве? А я действительно по многим причинам могу чего-то не знать, потому что не всегда слежу, а они знают больше по факту. И там что-то перекручено, какие-то информации уже возвышены в степень. Меня это удивляет. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в первую очередь сейчас меня интересует молодежь. Молодежь, она вне политики, она просто занимается своими делами, живет своей обычной жизнью, или она тоже каким-то образом, знаете, вот причастна к этим всем разговорам, к обсуждениям, к мнениям, да, вот Россия, Украина, что изменилось, что поменялось или нет? Что касается крымской молодежи, я считаю, что они абсолютно аполитичны, в принципе, мне кажется, как были, так и остались, тем более. Это все спустилось на нет, они живут своей жизнью сейчас, насколько это возможно комфортно, и обустраивают какой-то свой комфорт, их уже больше ничего не интересует. С чем они связывают свое будущее? Честно говоря, мне сложно сказать, потому что в этой сфере я свое будущее увидела в Украине, что они видят, какое будущее видят в Крыму, я, честно говоря, не представляю, но на своем уровне я общаюсь со своими знакомыми, бывшими, там, друзьями, ну или, там, текущими друзьями, с кем действительно поддерживаю связь. Очень упадническое настроение, потому что работы нет, перспектив они не видят, они пытаются наладить как-то свой быт, но это очень тяжело, имея зарплату в 10 тысяч рублей, пытаться снимать еще жилье за 16, как-то прокормиться. Ну, вот я от ряда к ряду слышу от человека, что, ну, все грустно, очень грустно. Спасибо, Анна Дубовская была гостью нашей студии «Крымчанка». Оставайтесь с нами, далее вас ждет продолжение программы «Крымлив». В одном старом советском анекдоте обитательница зоопарка очень долго не могла определиться, она умная или красивая. А вот хозяин Ялтинского зоопарка и парка Львов-Тайган Олег Зубков не может до сих пор выбрать между любовью патриотизмом к России и прагматизмом на Украине. Предприниматель очень радовался аннексии Крымского полуострова. Он обещал выдать боевых тигров для борьбы с бендеровцами, славил президента России Владимира Путина и рассыпался в комплиментах Коксенову и Константинову. Однако в середине марта 2015 года Олег Зубков резко засобирался на материковую Украину. Поводом стал передел собственности на полуострове. Создатель и владелец Ялтинского зоопарка «Сказка» и единственного в Европе Белогорского парка Львов-Тайган Олег Зубков, который год назад активно поддерживал российскую аннексию Крыма, теперь сам столкнулся с местными оккупационными властями. Россельхознадзор обвиняет его в контрабанде животных и птиц. В ведомстве заявляют, что животные в парке Тайган представляют смертельную угрозу для крымчан. Кто хочет в этом убедиться? Контракт между Ялтинским зоопарком «Сказка» вот с оригинальной печатью и зоопарком «Оснобюрг» Германия. Я вам клянусь, если бы немцы вот сейчас узнали бы об этой ситуации, но они бы дико, наверное, там смеялись бы и вообще бы не поняли, хотя там русские люди. Тут дано до десятого колена происхождение этих обезьян, понимаете? Откуда они и чего? Ну, кем нужно быть, чтобы не посмотреть документы и не разобраться, кто кому здесь родственник и вообще, как прибыли эти обезьяны. 59 экзотических животных и 169 птиц были доставлены в Крым из зоопарков Германии и Чехии еще в конце прошлого года. Живой груз был зарегистрирован российскими пограничниками и представителями Россельхознадзора и отправлен в парк Тайган. Там животные были досмотрены врачами государственной ветлечебницы, после чего выпущены в вольеры. Однако уже через месяц представители Россельхознадзора заявили, что животные Зубкова представляют опасность. Он действия оккупационных ведомств Крыма называет давлением по политическим причинам. В комментарии службе новостей «Волна» он признался, что не исключает возможности покинуть полуостров вместе со своими животными. Да, еще в прошлом году от губернатора Днепропетровской области приехали люди, которые так и представили, что они от Коломойского и что якобы сам господин Коломойский предлагают рассмотреть предложения о создании современного зоопарка в Днепропетровской области. Но такие предложения ко мне периодически поступают из разных регионов, как Украины, России, так и за рубежа. И сегодня есть предложения о строительстве парка в Португалии. Крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», заявляют, что ходить в известные зоопарки не перестанут даже при угрозе. Хороший парк. Возможно, там были какие-то нарушения, я слышал, там незаконные животные. Но думаю, не стоит того, чтобы дышать, в мельчан, посещать этот прекрасный парк. Могут существовать для детей. У меня вон здесь в Москву внучка приезжает, я хочу ее сходить. Парк всегда нужны. Это достопримечательность города. Хоть и в Симферополе, хоть в Ялке. Животные нам нужны. Это все для души, для души. Животное, чтобы смотреть, радоваться. Мы же не можем его посмотреть, животное, пойти в природе где-то. Как известно, в феврале прошлого года, во время российской аннексии Крыма, Олег Зубков обещал выпустить боевых львов на мифических бандеровцев, которыми пугали местное население и крымские власти. Он также подарил крымской самообороне автобус, принадлежащий сафари-парку Тайган. Недавно ее представители явились в зоопарк. Отжимать автопарковку, за которую Зубков ранее боролся много лет, при разных чиновничьих режимах. На сегодня все. Вы смотрели программу «Крымлив». С вами был Александр Ренковский. До новых встреч на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова